3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Эта дата была провозглашена в 1992 году Организации Объединенных Наций. В первую очередь для того, чтобы лишний раз обратить внимание общества на проблему людей с ограниченными физическими возможностями. А их действительно немало. В этом убедилась наша съемочная группа, побывав сегодня в Волжском, на совместном приеме, который для инвалидов провели руководители администрации и депутаты городской думы. Репортаж Светланы Олегбаровой. Пять лет с иголкой и пяльцами в руках. Пристрастие к вышивке пришло к Александре Байбаровой уже на пенсии. Сначала цветы, потом рисунки посложнее. А недавно увлеклась иконами. С ними и пришла на выставку, которая была организована в День инвалидов в Волжском дворце культуры «Октябрь». На ней свои работы представили те, кого принято называть людьми с ограниченными возможностями. В очках и в лупе. И лупой еще работают. Иногда и лупой. Потому что мелкие-мелкие они, клеточки. Их нужно и под лупой смотреть. И все. Очень кропотная работа. Очень. Надо большое терпение. Надо большое желание. Все, чтобы сделать как нужно. И очень жаль, говорит Александра Дмитриевна, что от любимого хобби, скорее всего, придется отказаться. Зрение падает катастрофически. А значит, нужны обследования и, возможно, операция, на которую денег нет. За помощью решила обратиться к властям. Благо, что ходить далеко не пришлось. Как раз в День инвалидов во Дворце культуры «Октябрь» работала общественная приемная граждан. С проблемами и вопросами волжане могли обратиться к руководителям различных подразделений гороадминистрации и местным депутатам. Тем более, что опыт проведения подобных открытых приемов уже есть. Сегодня общественную приемную организовали мы по просьбе инвалидов. Первый раз эта приемная работала на День пожилого человека. И перед празднованием Международного дня инвалидов они обратились с просьбой в администрацию тоже устроить этот общественный прием. Он им помог по решению определенных вопросов. Больше всего посетителей традиционно было с вопросами по коммуналке. Высокие тарифы, правильность их начисления, ремонт подъездов и дорог. Причем некоторые приходили не только с проблемами, но и с предложениями. Маргарита Шаповалова выступила с идеей изменения дорожной разметки в своем квартале, чтобы во дворы не заезжали грузовые машины. Этот вопрос специалисты общественной приемной взяли на контроль, ровно как и другой, касающийся организации медицинской помощи. Очень довольна, что организовали такую встречу. Надо было идти на прием кому-то, объяснять, где бы связывались. А тут напрямую вопрос твой записали, решат, не решат, но по крайней мере записали. Всего на прием к специалистам мэрии и волжским депутатам пришли несколько сотен человек. Все заявки будут переданы в отдел по работе с обращениями граждан администрации Волжского и рассмотрены согласно законодательству в течение месяца. Светлана Олегбарова, Елена Мурмилова, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.